Привет! С вами Ольга Фатеева, эксперт по масштабированию бизнеса и трансформации команды. Сегодня мы погружаемся в тему, которая имеет ключевое значение для любого руководителя и его команды. Планирование. Как правильно составить план для сотрудников? Кто должен этим заниматься? Эффективное планирование не только улучшает продуктивность, но и способствует лучшему взаимопониманию и координации внутри команды. Сегодня мы разберем, как избежать самых опасных ошибок и сделать этот процесс действительно эффективным. Зачем нужен план для сотрудников? Почему четкий план так важен для каждого в команде? Ну, давайте разберемся. Может быть, потому что это как GPS для вашего бизнеса. Представьте, что вы отправились в новую страну без карты. Можете заблудиться, верно? В бизнесе без плана та же история. План показывает направление и помогает всем оставаться на правильном пути. Это особенно критично, когда вы работаете над сложными проектами или когда ваша команда нуждается в точной координации. Проще следить за прогрессом. Когда у вас есть четкий план, вы точно знаете, когда команда выполняет задачи вовремя, а когда проекты начинают запаздывать. Это как иметь дэшборд с метриками, который в реальном времени показывает, как дела идут относительно ожидаемых результатов. Минимизация стресса среди сотрудников. Когда люди знают, что от них ожидается и когда это нужно сделать, они чувствуют себя более уверены. Нет ничего хуже, чем работать в состоянии неопределенности. Четкий план приносит уверенность и спокойствие, что крайне важно для поддержания морального духа в команде. Это большая ошибка думать, что люди сами все поймут и догадаются, что вы от них хотите. Ежедневно миллионы собственников и руководителей по всему миру страдают из-за того, что сотрудники сделали не то, не так, не вовремя и вообще двигаются не туда. И 9 из 10 случаев решаются простыми навыками постановки и контроля задач, системой планирования работы и согласований взаимных ожиданий. Если вы это не делаете, то сливаете время и энергию своей команды в песок. Ну и туда же сливаются ваши деньги, которые вы им платите. Повышение эффективности. Когда каждый знает свои задачи и сроки, работа становится более организованной и эффективной. Это как разгадать код для повышения продуктивности. Каждый знает свою роль и не тратит время на то, чтобы выяснить, что ему делать дальше. Есть важная причина, почему для эффективной работы команды необходимо иметь план. Дело в том, что человек не может одновременно и думать, и делать. Поэтому, если моя неделя и мой день заранее не запланированы, то я буду тратить время на размышления. А что бы мне сейчас сделать такого полезного? Ну и прокрастинация тут как тут. Будет отвлекать меня, пока я решаю, в какой задачи перейти. Эта история справедлива для каждого человека. Проверьте ее на себе. И вы убедитесь, что вы наиболее продуктивны, когда ваши задачи в течение дня расписаны по часам. Если вы чувствуете, что ваша команда могла бы стать продуктивнее с лучшим планированием, или если вы ищете способы сделать свои рабочие процессы более четкими и предсказуемыми, свяжитесь со мной в WhatsApp. Всего один клик по ссылке в описании или сканирование QR-кода, и мы начнем работу над улучшением вашего бизнеса. Как правильно составить план? Мы договорились, зачем нам нужен план? Отлично! Теперь давайте перейдем к тому, как правильно его составить. Правильное планирование – это искусство, которое может кардинально изменить игру в управлении проектами и командной работе. Определение целей. Первым делом нужно четко определить, что именно вы хотите достичь. Используйте принцип SMART для формулирования целей. Они должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, реалистичными и определенными во времени. Например, вместо «Улучшить продажи» поставьте цель «Увеличить продажи на 20% в течение следующих трех месяцев». Разбить на задачи. Разделите вашу глобальную цель на меньшие цели, управляемые задачи. Это как разложить сложную головоломку на отдельные части, каждая из которых легко собирается. Определите, какие действия необходимо выполнить, чтобы достичь каждой из целей. Это поможет упорядочить процесс и сделает следующие шаги более понятными для всей команды. Распределение ответственности. Ключ к эффективному выполнению задач – четкое распределение ответственности. Убедитесь, что каждый в команде знает, что от него ожидается. Это можно сделать на значах ответственных за каждую задачу или участок работы. Такой подход не только повышает ответственность, но и позволяет членам команды чувствовать себя более вовлеченными в общий процесс – установление сроков. Для каждой задачи установите четкие сроки. Это помогает команде ориентироваться во времени и эффективно распределять свои усилия. Календарь проекта или таймлайн могут стать вашими лучшими помощниками в отслеживании прогресса и соблюдении дедлайнов. Каждую задачу на квартал следует разбить по месяцам, и далее на каждую неделю нужно прописывать план действий. На этом уровне важно, чтобы планы составляли ваши сотрудники и согласовывали их с вами. Почему так? Поговорим в следующей части. Регулярный мониторинг и адаптация. План не должен быть жестко фиксирован. Регулярно проверяйте прогресс и будьте готовы вносить изменения по мере необходимости. Регулярные встречи с командой для обсуждения прогресса и возможных трудностей помогут держать руку на пульсе и вовремя корректировать курс. Несколько месяцев назад мы провели стратегическую сессию с моим клиентом, собственником агентства недвижимости. Мы разбили его цели на квартал на конкретные шаги с помесячными задачами для него и для его команды. Во время сессии выяснилось много интересных нюансов, о которых никто бы не подумал, если бы мы вместе не сделали эту работу. По итогам трех месяцев мы увидели, что 80% задач были выполнены, остальные скорректированы или отменены. И это прекрасный показатель, так как главные бизнес-цели оказались достигнуты. Если вы хотите узнать больше о том, как эффективно планировать и достигать поставленных целей, или нуждаетесь в индивидуальной консультации, свяжитесь со мной через WhatsApp. Просто нажмите на ссылку в описании или отсканируйте QR-код. Давайте сделаем ваше планирование проще и эффективнее. Помните, что хороший план – это ваш лучший инструмент для достижения успеха в любом деле. Кто должен заниматься планированием? Теперь, когда мы разобрались, как правильно составить план, давайте определим, кто должен брать на себя ответственность за этот важный процесс. Ведь планирование – это не просто распределение задач. Это стратегически важная работа, требующая как видения большой картины и понимания целей, так и понимания содержания работы отдельных сотрудников, их компетенций и рабочих инструментов. Первое. Высшее руководство. В начале планирования, особенно когда речь идет о стратегическом планировании, в процессе должны активно участвовать высшие руководители компании и, конечно, первое лицо. Они определяют общее направление развития бизнеса и устанавливают приоритеты, которые должны отражаться в планах на более низких уровнях управления. На этом же уровне формируется дорожная карта. Ключевые этапы достижения промежуточных результатов и главные шаги, которые для этого нужно сделать. В работу должен быть включен собственник или первое лицо компании, и он же должен в итоге контролировать продвижение по этому плану. Друзья, от этой способности первого лица компании зависит, будет ли внедрена та или иная инициатива или останется красивой мечтой. Второе. Руководители функций и команд. Когда задачи разбиты на основные этапы и распределены между функциями, в игру вступают руководители команд или проектные менеджеры. Эти люди находятся в тесном контакте как с высшим руководством, так и с исполнителями, что позволяет им эффективно координировать работу и управлять ресурсами. Они должны обладать хорошими организационными навыками и умением мотивировать команду. Специалисты по планированию и аналитике. В крупных организациях может быть выделен специальный штат планировщиков или аналитиков, которые занимаются разработкой и оптимизацией рабочих процессов. Эти специалисты анализируют текущую деятельность, оценивают риски и возможности и на основе этого создают детализированные планы. Но не стоит давать им процесс планирования на откуп полностью. Они владеют методологией, но не детальным пониманием всего бизнеса в целом и каждой задачей в отдельности. Поэтому их ответственность за эту работу может быть только в матричном формате вместе с непосредственными руководителями бизнеса. Четвертое. Все участники команды. Не стоит забывать и о важности включения в процесс планирования самих исполнителей. Когда сотрудники участвуют в создании планов, они лучше понимают цели и задачи, что повышает их мотивацию и вовлеченность в работу. Кроме того, они могут предложить уникальные идеи и указать на потенциальные проблемы, которые могли быть упущены на более высоких уровнях. Собственный план на день и на неделю должен формировать сам сотрудник и согласовывать его с руководителем. Так вы или ваши руководители не будут тащить на себе чужую задачу и будут выполнять свою работу, а сотрудники будут чувствовать ответственность за план, который они сами сформировали. В зависимости от размера и структуры вашей организации процесс планирования может варьироваться, но ключевым моментом является взаимодействие между всеми уровнями управления и прямыми исполнителями. Эффективное планирование требует командной работы и четкого понимания общих целей и задач. И вот мы подошли к концу нашего разговора о том, как и кем должно быть организовано планирование в компании. Надеюсь, вы нашли эту информацию полезной и уже готовы применить эти знания на практике. Помните, что хорошее планирование – это не просто расстановка задач, это фундамент для успешной и эффективной работы вашей команды. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео, если вы нашли его полезным. Также оставляйте ваши комментарии под видео. Мне будет интересно узнать ваше мнение и опыт и вопросы в области планирования. А еще у меня есть для вас особенный бонус. В моем телеграм-канале я регулярно провожу розыгрыши книг, которые помогут вам стать еще более эффективными в управлении и развитии вашего бизнеса. Каждый месяц один из подписчиков получает книгу по бизнесу и управлению. Отправленную лично от меня. А всем новым подписчикам в подарок – гайд «Пять шагов к найму сильного сотрудника». Присоединяйтесь, чтобы не пропустить.